Здравствуйте! А здесь делают волонтеров? Да, конечно! Почему я это делаю? Это тоже очень важный момент. Вы знаете, к счастью, мы сейчас не испытываем дефицита волонтеров. Мы увидели очень серьезный отклик от общественности, от молодых или не очень молодых людей, которые готовы стать волонтерами. Тем не менее, мы просим публичных лиц всегда к нам тоже присоединяться. Блогеров, известных спортсменов. Ну и, собственно, да, я как чиновник тоже присоединилась. Интересная индивидуальная защита, пожалуйста. Делать это будем совершенно в режиме реального времени, с соблюдением всех правил, в том числе правил безопасности. И немножечко о них. Ну, во-первых, все волонтеры всегда работают в средствах индивидуальной защиты. Волонтеры всегда экипированы. На них либо вот такие жилетки, на которых написано «Мы Петербург». Это бренд молодежной политики, и волонтерский центр работает под этим брендом. Также они могут быть в жилетах Красного Креста, могут быть в жилетах ОНФ. Молодая гвардия Единой России точно так же работает вместе с нами в рамках единого регионального штаба. Поэтому та или иная брендированная одежда, в подавляющем большинстве случаев, на волонтерах тоже есть. И это тоже помогает их идентифицировать. Дмитрий Сергеевна, ваш бейджик. Теперь вы официально стали волонтерами и готовы к нашему работе. У всех волонтеров всегда есть бейджики вот такого формата. Но что важно обратить здесь внимание? Есть фотографии. Вы можете сверить имя волонтера и документы, удостоверяющие личность, которые можете попросить показать волонтеру. Не стесняйтесь этого просить. Необходимо будет позвонить заявителю, уточнить все детали. Еще есть одно важное правило, по которому точно так же можно проверить. Когда вы оставляете заявку на горячей линии, у вас появляется номер вашей заявки. Обязательно его запоминайте и сверяйтесь с волонтером. Потому что мошенник никогда не будет знать номер вашей конкретной заявки. Добрый день. У нас заказ уже оформлен номер 212-141-47. Наш заявитель оставил заказ на лекарства, попросил купить эти лекарства в конкретной аптеке, где это привычно и где она знает цены. Мы, собственно, все это сделали, все купили по ее заявке. И сейчас едем к ней, чтобы передать ей лекарства. Еще немножко про безопасность. Волонтеры никогда не вступают в прямой контакт. Они не будут пожимать вам руки. Это равно, как они зайдут в квартиру, хотя тоже наши бабушки очень часто приглашают нас зайти на чай, потому что очень хочется общения, находясь в самоизоляции. Давайте я его вот сюда положу. Всего хорошего, не болейте. Все действительно очень просто. Вот вы сами сейчас увидели, что это просто. Зарегистрироваться на сайте Мы вместе 2020.рф, приехать в волонтерский центр, получить бейдж, средства индивидуальной защиты и технологию, как, собственно, работать. И дальше не просто поможете, а вы, возможно, спасете чью-то жизнь. Когда еще в жизни удастся вот так оказать такое серьезное влияние на чью-то жизнь? Поэтому обязательно пробуйте, становитесь волонтерами. Я тоже обязательно буду это делать. Присоединяйтесь и давайте вместе, потому что акция Мы вместе, делать наш город добрее.